Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого и я хочу вам показать партию Sid Mears Civilization 6 с дополнением Gathering Storm за Францию с лидером Екатерина Медичи. Партия проходит без запретов, как у нас обычно, но тем не менее я решил поэкспериментировать с тем, как это видео будет представлено на канале. Не секрет, что YouTube ввел функцию спонсоров, то есть человек может, платя некоторую сумму в месяц, поддерживать канал, меня и получать некоторые бонусы. В основном это все бонусы косметического характера, там возможность пользоваться смайликами, специально созданными для канала, общаться со мной в Дискорде во время стримов, получать выделение ника, в общем, ну, мягко говоря, скорее понты, чем реальные боны. Так вот, я решил попробовать для спонсоров выложить этот сериал как можно быстрее, как, знаете, как на Нетфликсе, когда сериал появляется сразу всеми сериями, а для всех остальных зрителей он будет появляться, как всегда, раз в день. Правда, из-за особенностей моего интернета я все равно не смогу все серии сразу выложить, но, наверное, будет по 3-4 серии в день для спонсоров появляться. Тут вопрос скорее технический. Я знаю, что моим подписчикам приходят уведомления, когда серия появляется на канале. Вот тут я не уверен, что будут ли приходить уведомления для подписчиков, когда я буду для них открывать эту серию. И, видимо, я потеряю в просмотрах. Но поэкспериментировать стоит, посмотреть, как оно будет идти. Прошу и спонсоров канала отписываться в комментариях, как им такой эксперимент, и обычным зрителям, когда они будут видеть эту серию, чтобы они сообщали, пришло ли им уведомление и прочее. Ну и становитесь спонсором канала, поддерживайте меня. Я не знаю, сколько это стоит, потому что в разных странах по-разному, в Беларуси это вообще недоступно. И да, я знаю, что в некоторых странах стать спонсором канала вообще невозможно, к сожалению. Но функция такая есть, пользуйтесь ею. И на этом длинное вступительное слово завершено. Приятного вам просмотра. Какая печаль. Ну все, всем хорошей игры. Веселой. Так, ну что, смотрим. Худшая игра будет, чувство. Мой континентик. Ну, вообще, неплохое место. Единственное, может быть, тут бы город скорее поставил в начале. Но так, в принципе, неплохо. Неплохо. Может, слушай, может и сильно потратили на ход и сюда поставить. Да, весело. С другой стороны, тогда мы тут уберем место для какого-то другого. Ладно, не будем выделываться. Леша, знаешь, чтобы посмотреть этот, затопление, какие клетки затапливаться будут. Поселенца, линза поселенца. И там видно такие волны нарисованы. А, это я знаю. А сколько всего уровней затопления? Три? Да. Так. Ну, я начну с рабочего. Ну, религии на 10 человек тяжело, мне кажется. Мы тогда на 8 играли, и то еле-еле получилось вытащить. И то инвиктус спалил меня один раз. И отдал тебе победить, но что это самом деле? Ну, а я мог бы раньше победить, если бы ты и торчат, ну, не сказал обголоса. Может быть. Так. Ну, я начну с рабочего все-таки. Во-первых, у меня есть производство сразу. Во-вторых, у меня есть клетки, которые можно обработать. А, ну, для трилек это вообще жесть. Начну вообще с животноводства. Причем, знаете, что я даже обработаю сначала вот эту пшеницу, потому что эти я явно, скорее всего, буду вырубать. Тут, скорее всего, будут районы какие-то стоят. Мы поноем в начале игры. Не знаю, я планирую ныть в течение всей игры. Ну, ты продолжаешь ныть после... А, после Канады. Да, да. Ну, это вот, конечно, вот... Если ровные, без холмов места, то равнины это лучший выбор. Потому что здесь есть еда и производство. Ну, вообще, тут холмы, я напоминаю, что у нас не новый мир. Поэтому количество холмов меня радует. Еще посмотреть, что тут у нас вот по рекам. Где ставить следующий город? В принципе, ну... Сейчас главное, чтобы у меня много соседей не было. Я чувствую, что я где-то в центре, скорее всего. Поэтому надо быстро ставить куда-то города в сторону моих... Соперников. Главное выяснить, где они. Что у нас. Ну, тут тоже река течет, судя по всему. Тут много рек. Что радует? Так, лавенту встретили. Это хорошо. Мы быстро пантеон возьмем. Так. Значит, здесь у нас... Где-то городок влазит, да? Если что. Куда идти следовать? Наверное, сюда пойду. Военный лагерь хочет. Ну, лавента неплохо. Лавента неплохо. Сейчас построится рабочий. Сейчас я переключу на рост. Рост и оставляю производственное. А у нас что-нибудь все выбирал на этот. Бразилию или что-нибудь подобное. Конго, по-моему, были. Да, Конго. А что, много джунглей? Рядом со мной, да. Значит, где-то Конго. А, знаете, что... Просто за континент. В чем плохой старт? Нету... Нету... Ну, понятно. Рядом счастья. Нету ресурсов на счастье. То есть эти... Потому что джури рядом со мной. Тут табак, но не рядом со столицей. Ну, мы будем за все дрожатами, так сказать. Пилить Конго. Так, давайте я сразу... Очень хотелось бы рядом... Кстати, а старт-баланс поставлен или нет? Да. Так, на всякий случай. Уточню. Пойду вверх, схожу, посмотрю. Ну, если у всех так раз обработаю, то я вам не завидую. Я все баланс работал. Просто луга, пустыня и тундра. Чтобы можно было в Шрам Артемида, если что, построить. Так, и следующим ходом... Последом. И я надеюсь, что сейчас где-то лошади будут рядом. Что я бы хотел бы делать. Угол, где у меня пустыня, пустыня, пустыня. А, отлично. Наримайте лугол, где у меня город стоит. И дальше тундра нет. Так, построим поселенцев. У меня луга, три клетки и пустыня. Там что-то двое клетки луга и тут. Вот так лучше три-четыре. Тут дофига производства, но это... Сейчас я обработаю лошадей. За что я дружу. Через ход получается. Ну, скорее всего, это не рядом. Я там гандрышку не шла в ту сторону. Надо решить, просто сюда везти мне поселенцы или сюда сначала. Или вообще может вверх. Просто здесь, я так думаю, что здесь в любом случае могу поставить. Потому что здесь лавенты вряд ли тут будет город стать и потом везти сюда специально мимо лавенты. Очень у меня большие сомнения. Так, давайте горное дело. Начнем пока. А слоны на Артемиду распространяются? Там главное не слоны, а чтобы было построено этот лагерь. Так что если ты на слонах строишь лагерь, то... Просто вокруг меня много слонов, а вот лошадей и так далее... Харды Сакс, здорово. Чё, как же туха. Чё, как сам вообще. А пансионы, извините, забыл спросить. Все можно? Да, все можно. И Харды Сакс, не говорит, пиши. Да я уже защитниками. Да, на слонах лагерь я проверил. Сибилл от пяти. Сибилл от нас Конго. А за какой-то дружный круг людей будет, чувствую. Уже четверо. Или злой клубок людей. Или так, да. Есть подозрение, что все, мастерство ускорили. А уже жалею, что я Перикла не взял. Вот, типа, когда я видел, видел бы Горго, создавал бы Перикла. Потому что, конечно, не сочетались. Ускорились, вот, законов открыли. Ну, против варваров. И, в чём тут, что я вообще уже накопил, всё. Уже можно. Юнит начальный. Так, что берём? Это не надо. Клетки пустыни, речная богиня. Нет. А, кстати, на этом пачке, мне кажется, грубо, уже надо подумать. Юнит Греса, я, конечно, люблю брать веру. Ребята, ну не ставьте метки, я сейчас не успею в пантеон взять. Ребят, пожалуйста. И Клёшу из-за грёвом пантеон берёт. Как так быстро, у меня 7 плюс 7 и 3 входа, у тебя уже есть. ГГшка. У меня тоже ГГшка. Ну, ты явно позже нашёл что-то её. У меня ещё реликвили. Ребята, ну. Это чит. Ну, вот это чит. Не, ну я не, я не успел взять пантеон, я сейчас полминуты пытался взять пантеон. Ну, это тоже, понимаешь, вот я бы взял его, и у меня сейчас бы каждый ход, у меня сейчас каждый ход капало бы вера от престижа. Теперь, сколько мне ходов ждать? О, тут свинки. О, я сюда хочу город повезти. Свинки-то хорошие клёки. Я такое чувство, что я на каком-то острове. Раз, два, три. Так ты же англичан, ты что, не знал, что Великобритания это остров? Спасибо, Лёша. Будешь знать теперь. Роги, англичан. Так. Да, так оставим. Да, мне нравятся мои места. Подождите. А, все, закончен ход. Ну, мне тут нечего менять. О, пришел ко мне пантеон, нормально. Ну, что, что, богу. Два хода потерял. Видимо, пасы никто еще вернен. Я вообще в пивер. Так. Ну, пока сюда идем. Надо просто посмотреть, что тут сверху. И в каком месте город. Ну, я сюда, наверное, поселенцам пойду и тут буду ставить город. Ну, и, наверное, стоит еще одного поселенца сразу строить. Так, 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 да. Все тут правильно стоит. Мне вот понравилось начинать с рабочего. Если вначале у тебя есть клетки для обработки, реально, три штучки, то это очень хорошее начало. Ну, гончарочку откроем. Пока у нас тут особо ничего не ускорено. Хотя орошение я ускорил, можно будет... Да, давайте сразу после... После гончарного дела, собственно, в орошение пойдем. Так, ну... Я... Тут надо решить, либо здесь, либо вот на холме этом ставить. И мне даже, пожалуй... Нет, наверное, все-таки здесь. Чтобы вот сюда потом еще город влез. У меня что-то со звуком или все молчат? Нет, нет, у тебя со звуком что-то. Тут вообще... Инвиктус песни пел. Попросили его не петь больше, но он... До сих пор продолжает... Эту тумбалалайку. Если... И если такие... Ты хорошо поешь, Алексей? Я хорошо пою. Я слышал... Слышал... Онлайн. Я онлайн что-то пела, что я... Пел... Пою знаменитую Алешка-Алешка. А, эту? Но это не моя знаменитая. Женя Белоусова. По-моему... По-моему, пахнутой... Песни. Ты там добавил свой припев. Ну, иначе я молодец. Надо... Начать организовывать концерты, выступления. Кто будет моим импресарио? Я тут очень быстро еще до начала... До начала записи поставил город, потому что появился внезапно разведчик в Греции. Так, мне надо видеть куда-то сюда третий город везти. Грек, ты меня так напугал, что я очень быстро город поставил. Я тебе готову туда. Далеко-то отсюда. У нас будут какие-то стороны стоять. На север за горами. Ты будешь против... Сейчас, подожди, посчитай. Я, пожалуй, сюда поведу. Вот чуть-чуть ниже моего дуболома. Третий. Ну, хорошо. Вот если ниже твоего дубола. Украсители моих. Алексей, вот меточку. Увидели, что там храни город. То есть ниже ты уже ставить ничего не будешь, да? Не буду. Ну, тогда окей. Когда нормально. Ну, как бы единственный минус, как мне кажется, моей ситуации, что я реально в центре сейчас буду находиться. Это вот... Это точно. Ну, сейчас я вот тут еще город поставлю. Париж, Бордо. Как раз откроется мастерство, когда поселенец будет готов, и я начну поставлю карточки на юниты. Правда, варваров не было вообще еще ни одного. Ну, мне надо, конечно, и кофе обрабатывать, и табак. Вот у меня счастье сейчас не будет. Города будут расти, а счастье... Ну, то есть мне выше четырех жителей, как бы, сложно вырасти будет. Плохо. Горга, дружбу бросил. Мне только верстелиться, я даже не знаю, что мы будем делить. Там просто водитель, что начать. Ну, вот ты поставишь на ту клетку внизу, а я тут дальше... Ну, мне кажется, вот где-то здесь надо будет поставить. Лучше тебя на одну клетку буду ставить. Рейн. Рона. Кстати, интересно, что вот у французов Рейн. То есть она, конечно, типа и немецкая река, но и получается французская тоже. У нас же немцев нету в игре, да? У меня не Нил, чтобы ты понимал. А ты за кого играешь? Рейн разделять. Я пока не слышал про Судовскую Аравию, который есть выход к Нилу. Нет, тут, наверное, имеется в виду арабский халифат, который вот все это... Ну, тададам. А, она Нил Спиарли у Египта. У меня вообще река, у нее есть два названия. Типа в одном месте пишется Нил, а в другом пишется что-то другое. А что мы смотрим? Ну, там, видимо, две разных реки. Так, вроде одна. А, я понял, она ту привязывает. Вади Аль-Батин. Вот это уже похоже на арабскую реку. Да. Наверное, вот на этот камень будем... Или... Нет, вот на эти джунгли, пожалуй. Не хочется камень терять, просто так. Я очень далеко, египтянин, может даже не волноваться. Я дошел где-то 20 лет, как Моисей. Нет, еще египтянин надо наказать арабов за то, что они сперли у тебя, Нил. Нил наш. Вот под таким девизом должна проходить война. Белосиние границей. Белосиние, тверно-мапуччи. А, точно. Нет, бело-синие еще у Франции. Тут Франция поменялась. Нет, почему? Если ты про меня, то у меня бело-золотые. Да, Хорд, я вижу твои границы. Ты от моего города. Граница, спеть, врать. Ну, нормально. Нормально. Мне пока нравятся мои места. Вопрос только в том, хватит ли мне мест для заселения. То есть, то, что я сюда пошел правильно. Раз, два, три. По идее, тут Грек сможет город поставить. Надо будет. Единственное, что, наверное, выкупить вот эту клетку, то, скорее всего, кампус хороший будет. Так, защитим на всякий случай поселенца. Нету ни одной руинки, пока не найдено мною. Что, конечно, неприятно. И не найден континент никакой. Да, тут бы международную торговлю мне. Ускорить. Ну, и Раннюю Империю там дальше. Так, здесь, наверное, куплю эту клеточку. Тут у нас культурка сразу пойдет. Вообще, надо будет кофе обработать в первую очередь. Сейчас орошение откроется. Потом тут еще у нас свинки. Ну, и тут где-то город еще буду ставить. Видите, вот сюда влазит. Нормальненько, нормальненько. Пока, пока все хорошо. Даже не буду ныть, видите, что, типа, все плохо. Какие-то есть горы, да, для кампусов. Тут есть холмы, есть ресурсы. Нормально. Единственное в центре карты. Ну, переживем. Отлично. Меня тут скаут проатаковал. Как раз прокачаю. Так. Стрельба и звук ускорили. Открыли орошение. Куда этими прачниками пойдем? В Мапучо пойдем искать или что? Надеюсь, он все-таки не будет здесь города ставить. Так. Еще прачникам Дэн. Может, на Росту. Там. Движка, за другой стороны, как этот метр. Артист вот еще ниже Кахохи. Жарики будут мой город. Ну, давайте, да, ну, на Росту. Пока не могу. Дальше, что будем открывать письменность. Давайте пока обработку бронзы начнем. Потихонечку. Хорошо, не надо будет беспокоиться о затоплении. Почему ты не пойдешь направо от Кахохи? Блин, может, это все-таки побережье, а не века? А там сразу это море. Все-таки кажется, что там нового места есть, но там нет его. Пока не буду покупать эту клетку, ладно. Ну, сейчас надо, просто схожу сейчас, посмотрю, что там. О, лошади прибежали. Это неприятно. Так, давайте-ка тут. Вот, право, не охота. Место там, он, киты, пожалуйста. А, это озеро. Озеро у нас тут. Вот, поэтому, как бы, вот это место, вот, ниже Дели, ниже того дуболома, я как бы себе это смотрел. Заводство, может, эту купить лучше? Ну, вообще денег маловато. Ладно, давайте пока оставим. Смотри, рисом будешь ставить. Храм Артемиды? Ну, получается, чуть ниже риса, да. Между рисом и благовониями. Ой, не благовония, красители. Артист Храм Артемиды построил. Ну, я знаю, почему ты спрашивал насчет славнов. Мне тоже, конечно, был бы. Ну, тут два варианта. Либо ты ставишь города, либо ты ставишь Храм Артемиды. Мне тут точно надо было города ставить, находясь в антре-карте. Это просто без вариантов. Ну, вот несчастье пошло. Бордо вырос. Блин, лошадь будет больно биться. Ну, по идее, убить не должны. Тем более, что раненые такие. О, тут все-таки побережье. То есть, с этой стороны у меня никого не будет? Здорово. Так, вообще, очень неплохо. Мне пока нравится. О, и здесь, так, эту клетку стопудово надо покупать. Просто стопудово. Ну, и я, Грек, как ты понимаешь, вот Тулузу поставил и выше я не буду ставить. Урна шли. Да, да, я посмотрел, у нас прям грейда короткая. У нас проход в одну клетку лучше. Еще тем более, что ты на другом континенте находишься. Не позавоевываешь тебя. Так, коник ударил больно, но жить можно. Так, второй варвар убит. Еще одного варвара надо убить и обработка бронзы будет ускорена. А, ну, у Грека вот есть и так место, где ставить кампус. Я бы его все равно хотел найти, конечно. Давайте тут воина и тут воина. Я хочу до восьми довести, чтобы уже наемников стопудово ускорить. Тем более, что потом это все будет апаться в моих юнитах. Так, что у нас там мечники, а потом... Или не будут, подождите. Или мы... А, мои юниты, по-моему, не апаются. Мои юниты просто строятся. Где тут они? Имперские гвардейцы. Или все-таки апаются? Нет, наверное, строятся имперские гвардейцы просто. Жаль. Ой. Вот, с копейщиком я бы не хотел общаться сейчас. Так, обработку бронзы откладываем. Давайте каменную кладку пооткрываем. Рона разлилась. Ну, слава богу, ничего. Не погибло, не это. У одной клетки урожайность повысилась. Пойдемте камапуча искать. Здесь скаута ловить. Так, сколько у нас? 8 ходов еще до темного века. Пока... Ну, нам бы, конечно, тут вот стоять. Тут эти варвары могут приходить. Так что давайте сюда переместимся. Опа, еще лагерь, еще. Что-то тут, Грек, вообще столько вулканов между нами. Я вижу, только Несирос. Несирос, а тут еще вот прям выше Тулузы. Монтань Пеле. Ну, ты сейчас вот пойдешь вверх туда скаутом, следующим ходом увидишь, наверное. Давайте еще воина. Ну, а как раз раз, два, три. Четыре. Пять. Ну, тут можно пострелять уже, кстати. Короче, все руинки без меня собрали, я так понимаю. Ну, не хочу атаковать этот лагерь. О, боже, какие тут... Какие тут проходы. Ну, конечно, с одной среды хороший кампус будет, но я не скажу, что это прям супер место, чтобы город ставить, честно говоря. То есть, конечно, Грек как хочет. Сколько у меня юнитов? Четыре и три. Это будет пятый. Все, тут Харе. Так, счастье появилось. Ладно, давайте тут торговца, наверное. Четыре хода, да? Может, большой бассейн, но он на Роне. Я бы, конечно, большой бассейн на Рейне поставил. Ну, я давай. Ой, не-не-не-не-не-не-не-не. Торговца. Торговца. Вот тут надо на этой реке явно тоже какой-то... Я так понимаю, что Грек в той стороне тоже много. Так, два хода до каменной кладки наемники ускорена. Да, поселение не дают очки. Так, похер. Дают. За варваров? За варваровское поселение? Не за варваров, а за... Заменыки дают. Дают, одну очку дадут. Блин, а я не успеваю за варваров. Такая-то программа требует, чтобы я ее купил, представляешь? Ну, типа, это реал-версия, и... Да, то есть не убирается, сволочи. Зачем так делать? Ты не хочешь купить, Леша, а ты купи. Да, купи слона. Вот, отдешь меня, а я тебе буду слонов продавать. Здорово. Скорей бы. Не, у меня куча слонов. Ну, оставим, наверное, на поселенце. Отложим сейчас производство. Амбар тубью варвару продать. Кого продать? Варвару. Парочку привезти. А, в этом плане. Звучит как угроза. Так, да не, я наработку бронзы открыли. А, только ускорили. Просто в прошлой игре места не было. Можно сребу из лука начать. Так, что здесь сделаем? Постойнее давайте убьем это копье. Откладываем на поселенца. Подкрадываемся. Ой. Открытые ложки постоянно. Артиста выше Лиссабона, у тебя место хотя бы есть. Блин, мапучи ты еще и здесь. А что ты мапучи ты со всех сторон и сверху и снизу? А, ты салона вправо есть там. Ну, я после Кахоки хочу побережью поставить. Я думал, что здесь это тут. Стал по побережью. Похоже, не тут. Я сюда заказать и вправо идти не буду. Я же все сказал, я вот рис слева от Кахоки. И вообще бы мне было райончик построить. Все хорошо, хоть договорились, оно радует. Давайте, наверное, письменность откроем. Мне вот тут кампуса нравится где-нибудь. Вот здесь. То есть я сейчас этим рабочим пойду. Четыре очка, да? Три, кажется. Ё-моё. Уходим. А я и так, и так не вылажу. Так, ну, наверное... Наверное, все-таки Магнуса возьму. Сейчас-то. Причем, наверное, в Бордо. Хотя тут равнина, холмы, холмы, равнина. Ну, тут лес... Ну, вообще, в Бордо. Давайте Магнусы в Бордо. Так, ставим плюс 50 к поселенцам и плюс 5 против варваров. Тут начинаем поселенцев делать. Тут лечимся, тут улучшаем. Ну, тут пока похилимся. Ага, вон грек, да. С греком понятен. Так, в будущем предлагаю культурный союз. Давайте вот тут, чтобы обработать лояльность меня не железа, а потом камень. Я бы хотел экономически. Ну, если лояльность не будет давить, можно экономически. Ну, давай тогда посмотрим лояльность. Крылья. Так, ну, я пойду, наверное, сюда. Город сначала ставить. Давайте в Тулузу отправим. Я что-то боюсь у этих варваров. Так, покупаем эту клеточку. Обрабатываем ее. Ускоряем колесо и обработку железа. Ай, я молодец. Так, здесь лечимся пока. Походу, двух очков не хватает. И видим грека. А, так тут Мапучи с греком в соседях? Вау! Ну, я так понимаю, что грек и Мапучи будут воевать, судя по их соседним границам и строительству военного лагеря в сторону Мапучи. Ну, я опасаюсь, конечно. Я думаю, что Мапучи ниже меня, грек выше меня. Оказалось, что вы соседи. Интересно. А мы вообще близко, да. Мне не нравится. Сейчас я в золотой век выйду и привет. Леша, я всю игру хочу тебя спросить. Вот когда юниты морские начинают выходить на берег, и у них появляются доходы те, которые должны быть на море, но когда выходишь на берег, они должны заканчиваться. А здесь все не продолжаются, без разницы, это бак или как? А ты за кого играешь? Ты посмотри, в описании своей нации может эта способность. Нет, без разницы, я за любые нации играл все так же. Любым юнитом выходишь с берега, и у тебя остаются ходы, которые оставались бы у тебя на море. Не знаю, я такого ничего не замечал. Честно говоря, сейчас проверим в течение партии. И выключи, это будет нормально. Что выключить? Четы. А, да, кстати, тоже вариант. Артист сейчас сидит, такой там бурчит, еще что-то выключить, вы что думали? Можно как-то и щитами, и чтобы вот этого не было. Да, кстати, строитель с моря может четыре крепкие пройти. Вот именно, у любой нации без разницы, строитель, воин, если выплывает с моря, он может пройти ту же самую. Значит, баг, видимо. На этом пока все. Продолжение партии за Канаду запланировано на завтра. Играйте в умные игры. Понимаете? Давайте тогда ускорим. А потом уже пойдем сюда вырубать лес и ставить кампус. Так, ну поехали. А руинке, Джек, нечего? Калиния, хватка. Да, да. Я не видел ни одной. Видимо, это все были моих. И одной руинке. Я даже не видел ни одной руинке. У меня на севере еще земель просто неимоверное количество, и там никого нет. Одного очка не хватает. Ну, у тебя еще два хода. Попробуем потом встретить. Блин, слушайте, это вообще какой-то этот... Массакер сейчас. Да нет, это только англичанин, один истинный. И чудо нет. Хороший кампус или что-то другое? Тоже, да, сачкова. Но он за два хода уже не успеет построить. Ампус за два хода нет. Я его может строить. Ап, что-то в мечника. Руинка есть про Велиссабона, если успеешь. Не, у меня там юнитом нет. Кампус, я обратно тут. Может, можешь купить рабочего и срубить? Лайр, я тебе не отдам, извини. Грек, я, конечно, не знаю, какие там у тебя места, но там, где ты ставил метку, там откровенно, по-моему, грустное место для города. Эй, тебе... Ты как хочешь, конечно. Жду, когда Магнус приедет. Так, тогда от рабочего сюда. Территория. Еще и Конго на тебя нападет. Ну, Грек, я думаю, что Грек на тебя точно нападет. Ковар Тундюри, прощай, пожалуйста. Так, больный ход, да, Марина походит. Не что? Мешается тут валом. Ну, ты же уже походил, я с очень ходом уйду оттуда. ты же не можешь сейчас туда идти правильно ты же уже походя на нас то есть был стоим за медицизм открывать забылся заранее так тут ждем прибытие магнуса чтобы вырубить тут лечимся но вообще я бы наверно даже апнулся я чудо нашел нормально вот это вот эти юниты они опасные все так у меня место прилично спорт принципе гонконг может забрать он мне не нужен так это поселение сюда почему я не пишется количество ходов до клетки которые присоединиться город возможно в этом ходу присоединилась или ты купил она им 1 что думаю строить минут на если она фиолетово подсвечивается попробуй приблизить к разведческой сделаю мне очень хочется исследовать территорию так давайте сделаем вот так этого об ним тоже и блин эту клетку покупать и эту клетку покупать так так что у меня не деньги нужны так идем вниз но сначала я эту клетку покупаю что этот не может уже двигаться 50 а это сколько будет стоить значением там 30 не заезжаясь блин не за тебя ладно давай нет пока забьем будем тут вырубать водка хокке и где-то клеток 6 7 и море масло я не веду ниже вот твоего государства там море так где я тут могу ставить все море вокруг я теорию вот эти города который вверх и снова вернуть сюда скорее а завалят тут я ходил туда они завалят еще нет часто дерево клуб а где тут юниты были куда делись так ладно пока не опаю везу ведь он я уже в темный век вышел отлично все там как моих соперников с веками нормальный век мапучи темный грех да хорошо конга нашла сюда мочил к за везувий только для рима дается на на этом пока все для спонсоров канала продолжение наверное уже выложено а для обычных подписчиков продолжение запланировано на завтра спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока